Всем привет! С вами Геш. Я разучилась снимать, поэтому это видео я снимала, наверное, раз в пятом. Дело в том, что я садила в кино и посмотрела фильм «Звезда родилась» с Брэдли Купером и Леди Гагой. И мне почему-то захотелось снять видео, в котором я делюсь впечатлениями об этом фильме. Потому что, как оказалось, сегодня, 4 октября, как раз день начала проката фильма «Звезда родилась» в России. Семкинчески я одна из первых людей, которые этот фильм посмотрела. И у меня сейчас есть желание смотивировать вас сходить посмотреть этот фильм. А почему? Давайте сейчас с вами об этом как раз поговорим. Вообще, в чём суть этой кинокартины? О чём она? Есть кантри-певец Джексон Мэйн. Он находится на вершине слабого, все боготворят и тому подобное. И есть Элли, молодая девушка, которая работает в клубе. И она поёт, периодически вечерами она поёт. И эти двое однажды встречаются. Это два разных человека из абсолютно разных миров. Так получается, что однажды после концерта кантри-музыкант, очередной раз выпив немножечко, решает остановиться в каком-то захудалом баре, чтобы ещё прокинуться, заканчивать другое. Вообще, у Джексона большие проблемы с алкоголем, скажем так. И вот он решает сходить в бар какой-нибудь. Но этот бар на самом деле странный, потому что по вечерам-то выступает нрависть шоу. Ну, то есть, мужчины, которые переодеты в женщин. И среди них есть как раз одна девушка, её зовут Элли. Она девушка, она не мужчина, она девушка. И она выступает в этом шоу, и Трансвестит очень любит её именно за голос. То есть, они никого не пускают, они не пускают девушек в это шоу, но Элли была исключением, потому что у неё реально офигительный голос. И наш герой видит эту девушку, точнее, как она поёт. И он покорён её молодостью, покорён её очаровательностью, харизмой, конечно, талантом. Соответственно, после выступления его ведут Келли за кулисы, где Джексона понимает, что он действительно влюблённый, видно по его глазам, видно по его каким-то действиям. В общем, эту ночь они про войсместия, они влюбились друг в друга. То есть, насколько Элли не понимала, что я сижу с Джексоном Мэйном в каком-то баре для копов, господи, как это вообще возможно? Это, в первую очередь, разговор, встреча не только двух влюблённых, но и двух талантливых людей. И, в общем, с этого дня они познакомились. Джексон понимает, что Элли безумно талантлива, и он всеми силами начинает как-то её уводить в свет. Например, на своих выступлениях он приглашает её спеть. Сначала, конечно, для неё это шоу, как-то, 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 внезапно. Но вот они начинают съездить вместе. Вроде как всё нормально, он там звезда, она поёт с ним, выступает в качестве гостя на его концертах. Но находится менеджер, который готов продвигать Элли дальше, который понимает, что это не её потолок, она достойна гораздо-гораздо большего. И таким образом Элли начинает взбираться на музыкальный Олимп, что ни скажешь о Джексоне, который постепенно начинает деградировать, как музыкант и как человек. То есть его карьера тянется к закату. Всё чаще Джексон прикладывается к бутылке. Конфликт в дальнейшем идёт под тому, что она становится прям вот суперпопулярной звездой, она получает Грейми в конечном итоге, а он, ну, он, по сути, уже становится никто. Он как тень прошлого, которым все знают, что вот он раньше там популярный, Джексон Мэйн, но теперь он как бы, ну, как уже такой призрак прошлого. Да, то есть он ничего, в принципе, нового не делает, но и особо он-то уже никому не нужен. Соответственно, нелегко им приходится, потому что когда женщина успешнее, это всегда для мужчины удар, не для всех, но для многих, и с этим сложно смириться, плюс ещё сцена, когда она получает Грейми, а Джексон просто пьяный, вываливается на сцену, падает, и фактически его позорит, ну, как говорит менеджер-певец. Соответственно, вот эта вот серьёзная драма, которая конфликт прослеживается, что она становится всем, он становится никем. хотя в начале фильма «Кантри-музыка» познакомились, всё было почти да наоборот. Из явных плюсов я, наверное, выделю всё-таки музыку, потому что я обожаю кантри-музыку, и мне реально было интересно посмотреть, что же будет, когда кантри-музыка сольётся с кино. Но получилось неплохо, и определённо я в композиции из фильма закачала себе, там, не знаю, в «Кантри-музыку», в «Спотифай», и буду слушать, потому что кантри-музыка и поп-хиты, которые там используются, они все достойные, и каждая песня бриллиант лично для меня. И я слишком много взрослого бриллианта. Ну да, надо мне почитать словарь Силанимов. Определённо, определённо надо. Явным плюсом, как я уже сказала, это актёрская игра. Леди Гага и Брэдли Купер идеально смотрятся вместе, чувствуется эта химия. Я считаю, что очень успешно взяли на роль именно Леди Гагу, потому что она ещё не запятна над какими-то другими кинокартинами, поэтому я уже сказала, потерять девственность и кинодейственность именно в таком кино. Это не грех, это даже хорошо. Из явных плюсов эта картинка, потому что давайте будем честными, что очень много зрителей привлекает именно визуальная часть. То есть, если эта картина приятна глазу, то больше людей её посмотрим, больше, если это статистически будет красиво. В принципе, я считаю, что с визуальной точки зрения фильм тоже снят прекрасно. Если не идеально, но очень хорошо он сняет. Плюс мне нравится динамика фильма. Динамика фильма вот здесь вот очень специфическая, потому что, например, опять же, «Вечное сияние чистого разума» мне не понравилось, потому что именно динамика не пошла. здесь все это было очень быстро, как я люблю. Пускай иногда смена картинок была слишком быстрая даже для меня, если не будет динамики в фильме, то фильм будет провален. Здесь динамика есть. Может, её слишком перебор, но она есть, это хорошо. И, по крайней мере, фильм идёт два часа, ты как бы всё это время сидишь, и ты не всегда находишься, что, скорее бы, фильм закончился. Там есть действительно моменты, когда ты просто смотришь в экран, и тебе плевать на время. Особенно первая часть фильма, она прошла реально очень быстро, вторая чуть помедленнее. Но в целом динамика фильма прекрасная. А вообще, на самом деле, очень многие режиссёры, особенно новички, именно проблема в динамике, то, что вроде как идея неплохая, и актёры хорошие, а если динамика провалена, то фильм провален. Динамика очень-очень важна. И, опять же, именно поэтому, например, мне не нравится фильм «Вечность и я нечистого разума» с Джомом Керри, потому что он для меня слишком медленно, хотя, например, другим людям он нравится. Здесь, в фильме «Звезда родилась» я слышала отзывы про то, что, ну, как-то вот вообще не пошёл, там реально как-то скучал в какие-то моменты. Не знаю, лично у меня, я считаю, что фильм прошёл быстро. Поэтому тут, знаете, вот динамика это очень специфическое, и это вот у каждого конкретного человека. Для меня этот фильм, ну, нормальный. Для кого-то динамика выйдет слишком быстро, и он просто не успеет всё это осознать. Безусловно, если ты говоришь, кино необходимо сказать и о минусах. Наверное, для меня самый главный минус в том, что «Звезда родилась» это ремейк. Это не второй ремейк, это там четвёртый или пятый ремейк фильма. В принципе, с таким же названием и таким же сюжетом. Я не особо выдавалась, в самом деле, в подробности, что, как вообще это было снято, кто там играл, но я знаю, что есть фильм, например, 1976 года с Барбарой Стрейденом в главной роли, где с таким же названием «Звезда родилась», в принципе, тоже самая история. Престарелый музыкант находит молодую певицу, она становится его протеже, там у них любовь, на-на-на-на-на-на-на. В принципе, такая же история, как бы. Поэтому я считаю, что Брэдли Купер реально клёвый режиссёр. То есть он, этот фильм показал, что он магён. И я серьёзно хочу, чтобы он знал, что это своё, не ремейк. Вообще, я фильмы в отдельную вкладочку режиссёров-актёров вкладу. То есть я люблю смотреть, как актёры пробуют себя на режиссёрском поприще. Мне ещё нравится фильм, например, Джоша Реднера «Гуманитарная наука», который чем-то похож, кстати, на «Звезду родилась», в том плане, что там тоже взрослый мужчина влюбляется в молодую студентку. Джейсон Бейтман. Он снял комедию «Плоские слова». Пускай, это комедия, она другой жанр, но мне, безусловно, тоже нравится это кино. Плюс, знаю, что ещё обожаемый, горячо любимый наибу Бёрнэм снял фильм «Восьмой класс» про девочку, которая в часа в восьмом классе и какими словами она сталкивается в школе. Если мы берём, например, Америку, у них актёры, которые снимают кино, как правило, это выходит достойное, крепкое кино. Как, в принципе, вышло с фильмом «Звезда родилась». Купер снял крепкое кино, он могёт, он может снимать кино, как мне кажется, и я бы с удовольствием посмотрела бы ещё что-нибудь из его киноработ. Я надеюсь, что он будет снимать, потому что определённо у человека есть талант. И мне нравится, что актёры имеют возможность снимать то, что они хотят снимать. то есть, если какой-то актёр садится в режиссёрское кресло, а Кадди Барди 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 принимал участие в написании сценария для этого фильма, то он снимает то, что ему хочется, как правило, то есть, то, что близко к его душе. И это чувствуется. То есть, я не смотрела другие фильмы из серии «Звезда родилась», но я считаю, что «Звезда родилась» 2017 года останется моим любимым фильмом из серии серии, потому что динамика, потому что актёры, потому что выглядят действительно очень современно, и я бы рекомендовала вам сходить и посмотреть, даже если вы не пти-кантри-музы. Я говорю пока, потому что я не знаю точно, я видела какие-то отрывки только Элисина вообще с предыдущих фильмов, но почему-то, мне кажется, я не смешаю мнение на самом деле. Да. Вообще, в целом, что стоит сказать о фильме «Звезда родилась»? Кино классное. «Кино стоит смотреть». Я не ожидала такого финала, хотя, знаете, всё-таки, когда фильм уже подходит к концу, там есть какие-то разговоры, которые тебя натолкивают на мысль, и ты, в принципе, знаешь, как что произойдёт, потому что здесь Брэдли Купер использовал какую-то чеховскую формулу, что если есть ружьё на стене, оно в конце выстрелит. Это своего рода такой спойлер, правда, но, скажем так, есть разговор в фильме, который наталкивает на мысль о том, что же будет с героем. И я, честно скажу, в конце плакала, потому что Эмми так проникновенно спела песню, и мне очень понравился финал. Вот, знаете, есть у некоторых людей проблемы, у некоторых режиссёров особенно, потому что финал получается дурацкий какой-то, и не финал вроде какой, или финал, непонятно. Здесь всё чётко. То есть сначала поёт она песню о любви, о том, что мы всегда будем вместе, и я никого не полюблю, больше вот есть один человек, и вот только ему моя любовь принадлежит, это смысл песни, это недословленные слова. И в конце поёт он, что вот мы вместе, и моя любовь там будет только к тебе, и наш фильм заканчивается. И мне очень, мне очень понравился финал. Мне вот эта песня сидела и плакала, потому что, во-первых, я проецировала это всё на свои предыдущие отношения, что тоже, знаете, в такую мне некую ностальгию отнесло. Ну и, конечно, просто сама Леди Гага, то есть Элли, пела это проникновенно, и мне очень-очень понравилось. И вот финал, финал прекрасный, начало классное, финал отличный, а то, что в середине там что-то где-то проседает, я считаю, что, ну, в принципе, для Рчёртского дебюта это нормально, это может быть такое, потому что вообще известно, что запоминается начало, запоминается в финал, а то, что вот в середине там, ну, что можно подхалтурить, но, в принципе, там халтура прощается. Если вначале тебя не зацепляет, и конец какой-то смазанный, вот тогда впечатления от фильма просто пшиком станут, потому что, ну, вообще ни о чём, ни о чём, а тут явное начало, явный финал, мужик знал, что делать определённо. я даже после того, как я узнала, что звезда родилась это ремейк фильма, я всё равно не изменю оценку, я даю этому фильму 10 из 10. Лично мне он очень понравился, и, кстати, если что, будьте готовы, что он идёт 2 часа 15 минут. Для кого-то, ну, кто, как я, всё быстро-быстро-быстро любит делать, на-на-на-на-на-на-на-на-на, эти 2 часа пролетят незаметно, но будьте готовы к тому, что есть люди, которые, во-первых, быстро устанут, потому что от этой быстро изменяющейся обстановки, там, одно, потом другое, потом другое, там, всё быстро-быстро проходит, устанут, и минут через 20, через 30, наверное, и просто потому что я думаю, когда этот фильм закончится, но всё-таки очень много есть этой философии, которая скрыта в этой динамичности, что, кстати, мне тоже очень понравилось. То есть, есть в чём подумать, при том, что кадры просто с какой-то бешеной скоростью меняются, а я оставлюсь ещё раз по-другому здесь, с этому фильму, и мне бы, на самом деле, ещё хочется много чего сказать, но я понимаю, что 20-ти минутное, 30-ти минутное видео в данном случае смысла делать нет, поэтому я просто пожелаю вам приятного просмотра, я надеюсь, что я вас мотивировала сходить посмотреть этот фильм, и мне интересно будут посмотреть ваши комментарии, и ваше мнение об этом фильме, это он понравился ли он вам, зашёл ли он вам, или же это просто вот один, для вас это так, дурацкий этот фильм, который ничего вам не дал, и вы просто потратили свои два часа своей жизни, и там 200-500 рублей, просто зря. Поэтому приятного вам просмотра, мы увидимся совсем скоро, с вами была Герш, всем пока, стоп, снято, «Метки, «Метки, это да, это да, это да, это да, это да, это да». Самилия, «Откорролл, и это да». Самилия, Продолжение следует...